Всем привет! Вы на канале Скорость F1. Сегодня обзор второго этапа Формулы 1 на трассе Red Bull Ring и обзор третьего этапа Формулы 3. Ну что ж, поехали! В этом обзоре я решил сильно не останавливаться на свободных заездах, потому что не вижу в этом смысла. Сильно расстановка сил не поменялась с предыдущего этапа. Да и откуда взяться этим изменением, если второй этап подряд проходит на одной и той же конфигурации трассы? Единственное, что хочу отметить из свободных заездов, это дебют Джоу за рулем Альпина и дебют Айлота за рулем Альфа-Ромео. Первую и третью тренировку возглавил Макс Ферстаппин, вторую – Льюис Хэмилтон. Кстати, очень важное событие произошло в течение Грампли Австрии, то, что Льюис Хэмилтон подписал контракт с Мерседес до 2023 года включительно. Хорошо это или плохо, пусть каждый решит сам для себя. Ну что же, давайте переходить к квалификации. Как и неделю назад, из первого сегмента не вышли два пилота Хас, Латифи, Акон в очередной раз показал 17-е квалификационное время, 16-й Кимми Райканин, 15-й напарник Кимми Антонио Джовенадзе, 14-й Алонсо. Ему в квалификации помешал Феттель, за что Себастьян получил штраф плюс три позиции на стартовой решетке. 13-й Рикьярдо, как и на прошлой неделе. А на 12-м и 11-м месте расположились два пилота Феррари. Они хотели пройти в третий сегмент только на шинах Медиум, не на софте, а именно на Медиуме, потому что считали старт на софте провальным. И в принципе, мне кажется, это оправдалось в гонке. Хотя стоит сказать, что те пилоты, которые прошли в третий сегмент на софте, а это два Астон Мартина и два болида Альфа Таури, и в гонке они откатятся назад, потому что им пришлось в гонке совершать две остановки. Но про стратегию в гонке поговорим чуть позже. Ну и главный герой в квалификации, по моему мнению и по мнению многих, это Джордж Рассел. Он прошел в третий сегмент на Медиуме. А в третьем сегменте занял не десятый, а девятое место, обойдя Строла, который замкнул десятку в квалификации. Восьмое место в квалификации занял Себастьян Феттель. Седьмое и шестое два пилота Альфа Таури. И, видимо, шестое место для Гасли особенное, ведь он третью квалификацию подряд завершил ее на шестом месте, что является хорошим результатом, тем более на Альфа Таури. Пятый ботас, четвертый Хэмильтон. И как признались сами пилоты Мерседес, например, Вальтери сказал, что в квалификации они могли бороться только за четвертое место. Аль Юис признал, что они уступали Рэдбулу на каждом участке трассы. Третий Перес, что неплохо, хотя своему напарнику он проиграл чуть менее трех десятых. Второе место занял пилот Макларен Ланда Норрис. Сумасшедший круг выдал Ланда. Ему не хватило сорок восемь тысячных для того, чтобы взять Пол. Ну а тот самый Пол в квалификации вберет Макс Ферстаппин. В гонке на Харде стартовали Райканин и Сайнц. На софте, как я уже говорил, два Астан Мартина и два болида Альфа Таури. Остальные на Медиуме. Себастьян Феттель после штрафа стартовал одиннадцатым. На старте не обойдется без происшествий и сошел Акон после контакта с Джовенацией. Сам Джовенаций под машиной безопасности заехал в боксы, перешел с Медиума на Хард. На двадцать девятом круге он еще раз переходил на Хард. В итоге Антонио Джовенаций в гонке финишировал четырнадцатым со всеми его приключениями и штрафом в пять секунд. На старте первая пятерка сохранила свои позиции. И сразу можно сказать про Хас, что девятнадцатым финишировал Никита Мазепин, восемнадцатым Мик Шумахер. На четвертом круге дан рестарт. Борьба Ланда Норриса и Чека Переса. Норрис выдавил на граве Чека, после чего Перес откатился на десятое место и негодовал по радио. Хотя позже сам также выдавит Леклера, причем дважды. На двадцатом круге Ланда узнают о своем штрафе в пять секунд за инцидент с Чека. И сразу его прошел Рьюис Хэмилтон, которого долго Ланда держал позади себя. С тридцатой по тридцать второй круг из лидирующей группы остановились два Мерседеса, Макс и Норрис. И единственный, кто отыграет позицию из группы лидеров, это Ботос. И только потому, что Ланда отбывал свое наказание. На сорок первом и сорок шестом круге Чека дважды выдавил Шарля на гравий. Кстати, как раз пилоты, стартовавшие на софте на сорок шестом круге, совершали свои вторые пидстопы. Что касается Лэнса и Юки, то они завершили гонку вне десятки. Плюс у Юки 10 секунд штрафа. Феттель и Райканен в конце допустили контакт, из-за чего откатились назад. Единственный пилот, стартовавший на софте и финишировавший в десятке, оказался Гасли. Он завершил гонку девятым. На 52-м круге Вальтери Ботос прошел Льюиса и второй. А двумя кругами позже Хэмилтон потерял еще позицию относительно Ланда. Льюис совершил свой второй пидстоп на 53-м круге. И не догнал Вальтери Сланда, и в итоге Льюис Хэмилтон завершил гонку даже не на подиуме, а только четвертый. А за три круга до конца Алонсо вышел на 10-е место, пройдя Рассела. И снова Расселу было не суждено заработать первые очки на Вильямсе. Ну а Фернандо финишировал десятым и заработал одну очко для себя и для Алипина. Что касается под Феррари, у которых в очередной раз была неплохая стратегия и неплохой гоночный темп. Из-за чего Леклер финишировал восьмым, а Сайнс, стартовавший на харде, и вовсе пятым, что неплохо. Дэн Риккиардо завершил гонку седьмым, отыграв шесть позиций. А его напарник Ландо Норрис завоевывает свой второй подиум на Рэдбулл-ринге на Грам-при Австрии. Второе место на подиуме занял Вальд Риботес. Хотя в одно время пытался его догнать Ландону. До атаки дело не дошло. Ну а теперь про пилот Фредбулл. Чека Перес финишировал шестым, но не будь этого вылета на Гравий, в начале гонки мог побороться за подиум Чека. Но для Чека сложилось не все так, как хотелось бы ему. Но у кого все сложилось на этом этапе, то это у Макса Ферстаппена. Он выиграл Грам-при Австрии, завоевав первый в карьере большой шлем, доводя свою серию до трех побед подряд. Полные итоги гонки сейчас на ваших экранах. А в личном зачете Кубки Конструкторов без изменений в Кубке Конструкторов отрыв Редбула составляет 44 очка, а в личном зачете отрыв Макса составляет 32 очка. Следующий этап пройдет с 16 по 18 июля в Великобритании со спринтерской гонкой. В квалификации Формулы-3 Пол взял Каю Калет, но после штрафа в три позиции Пол перешел к Хаугеру. На второе и третье место поднялись пилоты команды Арт. Это Вести и Смоллер. Пятый Кроффорд на хай-теке. Девятый Леклер на премьере. Двенадцатый Логан Сарджент, а это Пол в первой гонке. Вместе с Логаном на первом ряду стартовой решетки расположился на Нине, на ХВА. Александру предстояло стартовать десятым. На старте размен позиций происходит между Логаном и на Нине. На Нине захватил лидерство. Смоллер девятый. Вести заглох на старте, но продолжил гонку. На девятом круге Сарджент прошел обратно на Нине, но на Нине не сдавался и вернул себе лидерство на следующем круге. Сарджент откатился на третье место. Между ними на втором месте Новолок. На двенадцатом круге вылет на граве Леклера и сошел Артур в боксах. Борьба за победу продолжится и в пылу этой борьбы вылетают на граве Нине и Новолок и откатываются назад. В итоге этим пользуются пилоты прямы и на первое место вышел Хаугер, стартовав двенадцатым. Второй Оли Кольдовал, третий Логан Сарджент. В таком порядке они и финишировали. Смоллер финишировал десятым. Большую часть гонки он боролся с пилотами хай-тек. Двенадцатый финишировал Эдгар. Но тут вмешались штрафы. По пять секунд начислили Смоллеру и Крофорду. Смоллер за то, что выдавливал Крофорда, а Крофорду за то, что воспользовался преимуществом вне трассы. Уильямс, Мартан и Оли Кольдовал также получили по пять секунд за нарушение границ трассы. Сарджент, Кордал и Калет за нарушение границ трассы уже получили десять секунд. Угран и на Нине плюс тридцать секунд. Изначально это был стоп-н-гоу. Им выписали штраф снова за нарушение границ трассы. Новолок сошел, поэтому плюс три позиции за контакт с Нанине. Айваса получил дисквалификацию за гонорирование черно-белого флага. Итоговые результаты получились следующими. Победы остаются у Хаугера, второй Кольдовал, а на третье место поднялся Дуэн. Бартан после штрафа пятый, Крофорд восьмой, Смоллерс четырнадцатый, а должен был стартовать во второй гонке третьим, но теперь в итоге только четырнадцатым. Логан пятнадцатый, Вильямс шестнадцатый, Калет семнадцатый. Также Пол во второй гонке перешел Давиду Шумахеру. Так как именно он расположился в первой гонке после всех штрафов на двенадцатом месте. Вместе с Давидом на первом ряду стартовали станок, третий Кореа. После старта Давид сохраняет лидерство, второй станок, третий уже Крофорд. Смоллер отыграл две позиции и двенадцатый. Уже на втором круге сход Логана Сарджента и Вандер Хелма и машины безопасности на трассе. На одиннадцатом круге сход Крофорда из-за технических проблем. На этом же круге контакт Фредерика и Кореа, в итоге которого Фредерик сломал палец на левой руке. И уже в третьей гонке Фредерик не участвовал. На тринадцатом круге Мартан прошел станок и второй. Спустя пять кругов, станок уже четвертый, а на третье место поднялся Вести напарник Александра Смоллера. На двадцатом третьем круге проблемы у Мартана. В итоге победу одерживают во второй гонке Давид Шумахер, второй Вести, третий Хаугер. Леклер вновь прорывался и финишировал шестым с лучшим кругом. Смоллер заезжал в боксы и в течение гонки, потому что был прокол, и в итоге Александр только двадцать пятый. И оставалась вся надежда на третью гонку. В третьей гонке стартовали по итогам квалификации. Хаугер, стартовавший с Пола, сохранил лидерство. Второй Вести, третий Смоллер. На старте не мог сразу стартовать Кайо Калет. В итоге откатился далеко назад. Пятый круг и новый лидер гонки. Фредерик Вести. На седьмом круге Александр проходит Хаугера и второй. И уже на одиннадцатом круге Александр лидирует, но недолго. Сразу контратаковал Вести, который вернул себе лидерство. И, к сожалению, для Александра его прошел еще и Хаугер. И вот так вот быстро поменял ситуацию в гонке. Вроде Смоллер только что лидировал, но тут уже только третий. Но, к сожалению, это будет не последняя потерянная позиция для Смоллера в этой гонке. Его также прошел Кольдовал. И Александр финишировал только четвертым. В заключительной гонке третьего этапа. На четырнадцатом круге в борьбе с Леклером Мартан получил прокол. После чего заезжал в боксы. Но перед этим он не оставил места Леклеру. И протаранил в итоге Артур Новолока. Достаточно жесткая авария и машина безопасности на трассе. На двадцатом втором круге у Дуэна прокол, а у Крофорда сломано переднее антикрыло. Оба боролись за хорошие очки. В итоге первую победу для себя в этом сезоне Формулы 3 одерживает Фредерик Вести. Оставшиеся два места на подиуме заняли пилоты Примы. Второй Хаугер, третий Кольдовал. Четвертый Смоллер, пятый Нанини. Десятку замкнул Эдгар. В личном зачете Хаугер не только сохранил лидерство, но и увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в лице Фредерика Вести до сорок одного очка. Третий в личном зачете Дуэн. Смоллер идет на шестом месте, у него 52 очка. И у своего напарника Фредерика Вести 22 очка Александру, а до лидера Хаугера 63 очка, что достаточно много, я считаю. Четвертый этап из семи Формулы 3 пройдет в Венгрии, где в 2020 году Пол взял как раз-таки в квалификации Александр Смоллер. Этап Формулы 3 на трассе Хунгара Ринг пройдет с 30 июля по 1 августа. Ну что ж, данный видеоролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok